Техническое описание кода неисправности OBD2, цепь управления впускным коллектором, открытый банк одно что это значит. Код неисправности OBD P2008 это общий код трансмиссии, который означает, что он применяется ко всем более новым автомобилям 1996 года, Ford, VW, Audi, GM и т.д. Несмотря на то, что двигатели являются общими, они различаются по брендам и могут иметь несколько разные причины, для этого кода, всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию конкретного автомобиля для правильной последовательности диагностики из ссылочных номеров. Код относится к неисправности, которая произошла в комплекте воздухозаборников внутри впускного коллектора, эти закрылки предназначены для создания определенного количества турбулентности внутри коллектора, которая превращается в эффект закручивания, создавая завихрение всасываемого воздуха, пульсации, создаваемые открытием и закрытием впускного клапана, сводятся на нет, и качество воздушно-топливной смеси улучшается, крутящий момент нижнего конца улучшается, и образование NOX также уменьшается с использованием этих закрылков, электронный модуль управления ESM управляет положением вихревых заслонок с помощью электромагнитного клапана управления бегунком впускного коллектора после обращения к сигналам от датчика массового расхода воздуха MAF и датчика барометрического давления, когда ESM определяет, где разместить вихревые заслонки, он использует, широтно-импульсную модуляцию, для управления соленоидом управления впускным отверстием, существует несколько возможных причин возникновения этой неисправности, однако сами вихревые заслонки вызывают наибольшее беспокойство, причина в том, что они находятся внутри впускного коллектора, в случае возникновения проблемы выхода из строя детали могут упасть и попасть в двигатель, это рецепт плохого дня, как только было установлено, что они не являются проблемой, уровень стресса падает, Некоторые автомобили были известны своей неисправностью вихревой заслонки, когда винты, удерживающие закрылки, выпадали бы в случае отказа закрылка, винты вошли в двигатели и вызвали серьезные повреждения двигателя, этот код двигателя идентичен P2011, но этот код предназначен для банка 2, а этот код неисправности, для банка 1, банк 1 это сторона двигателя, которая содержит цилиндр номер 1, симптомы Симптомы кода неисправности P2008 могут включать в себя, двигатель может работать грубее, чем обычно на холостом ходу, временами двигатель может проявлять тенденцию к скачкам, может быть небольшое снижение крутящего момента низкого уровня, будет отображаться код неисправности P2008, мягкий код, означающий, что контрольная лампа двигателя может мигать только тогда, когда контроллер и СУД видит неисправность Если неисправность устранится сама собой, свет погаснет жесткие коды будут оставаться однажды наблюдаемыми, пока не будут стерты, возможные причины причины возникновения этого кода неисправности могут включать в себя На протяжении многих лет я обнаружил, что во многом проблема заключается в управлении электромагнитом управления впускным клапаном, они почти всегда находятся там, где они подвергаются воздействию тепла и грязи, которая загрязняет фильтр, вызывая их выход из строя Во-вторых, сами вихревые заслонки покрываются сажей из клапана EGR, и они фиксируются в своем текущем положении, датчик MAF или EGR могут устанавливать этот код в случае сбоя, однако они устанавливают собственный код, совпадающий с кодом P2008, в этом случае они должны быть сначала диагностированы и отремонтированы А коды стерты, соленоид управления бегунком впускного коллектора, загрязнены заслонки завихрения, плохое электрическое соединение, обрыв или короткое замыкание в жгуте проводов, диагностика и ремонт, руководство по техническому обслуживанию автомобиля и сканирование, инструмент будет необходим для диагностики и выполнения окончательного ремонта Контроллер ESUD использует широтно-импульсную модуляцию для изменения положения вихревых заслонок с помощью соленоида впускного канала, проверьте вакуумные шланги и убедитесь, что нет трещины и что они на месте, осмотрите электрический разъем на соленоиде, ищите коррозию или слабое соединение, отсоедините разъем от соленоида и вставьте диагностический прибор в разъем соленоида, перейти к проверке VSV, включите ключ, управляйте соленоидом со сканером, открывая и закрывая его, если он не отвечает Замените клапан, если клапан функционирует, но с трудом перемещает приводной шток, замените впускной коллектор, если соленоид не работает, отсоедините электрический разъем, посмотрите на главный блок предохранителей и потяните реле EFI, используя ометр, проверьте неразрывность соединения между клеммами EFI и клеммами соленоида со стороны жгута проводов, обратитесь к руководству по техническому обслуживанию, найдите клему заземления на разъеме жгута проводов соленоида и проверьте его на массу, примечание Обязательно проверьте также TSB, поскольку для некоторых автомобилей Audi существует известное TSB, в котором необходимо перепрограммировать ESM